О, чё? Со мной кто-то связаться хочет. Ха-ха-ха! Что? Wargrave? Какого чёрта? Это же я! Сюда! Консорт! И снова всем привет, дорогие друзья! Я Луложка! Добро пожаловать в Спор! Космические приключения! Настоящие космические приключения! Добро пожаловать в буквально начало этой игры! Вот, действительно, первая, вторая, третья, четвёртая серия этой рубрики. Это только начало, ну, даже туториал, можно так сказать. А вот именно космические приключения начинаются сегодня. Добро пожаловать к нашему Wargrave, который прошёл этап клетка, существо, племя и даже цивилизацию. Напомню, цель нашего прохождения начать выживать в космосе за дипломата. Философию дипломата. И вот методичка. На этапе клетка мы выбрали всеядность, на этапе существо адаптация, племя дружелюбие и цивилизация религия. У нас получается идеальная строчка прямо до философии дипломата. Ну, чё, начинаем? Да, давай. Планета Казан! Ехала! Ох, мы, кстати, получается, впервые покинем эту планету. Казан... Такое хорошее название, ведь самое главное. Ну, ничё, найдём лучше, я уверен. Этап цивилизация, пока что мы здесь. Нажимаем сюда. Ну, вот такой путь мы прошли. Идеальная строчка до религии. Хех, хорошо. Ооо! Да! Мне дали дипломата, я уже это вижу. Ну-ка, чё тут? Дипломаты уверены. Кратчайший путь к миру во всём мире — открытые переговоры. Эти мастера слова способны разрешить любой конфликт, не прибегая к насилию. Ееее! Да! Даааа! Даааа! То, что я так сильно хотел. Так, и... Появляется станция по разработке космического корабля. Это я всё знаю, это я всё помню. Блин, такой счастливый. Первый раз буду играть за эту философию. Ммм... Да, и мне нужен корабль. Ну, создавать корабль с нуля — это не моё. Всегда было не моим. Я выберу просто какой-нибудь... какой-нибудь самый заметный. Вот такой сиреневый, фиолетовый. Или вот такой. Дынная ракета. Ну, наверное, вот этот. Сиреневый как-то получше смотрится. Да, он идеально виден. Я хочу его всегда замечать. Поехали. Этап космос. Ретивый дипломат. Примите стиль игры дипломат. Дааа... Наконец-то спор начинается. Ура! Вы создали космический корабль! И, наконец-то, можете отправиться в космическое путешествие! Да здравствует небо! Космос! Вселенная! Хотя... Для начала было бы неплохо научиться управлять этой штуковиной. Дайте своему капитану имя. Ть, да без проблем. Тут всё по классике. Мы не изменяем сами себе. Лол-ложка. Да здравствует космос! Добро пожаловать в колыбель мира! Космос! Вам предстоит бороздить просторы галактики на собственном космическом корабле и совершать невероятные открытия. Этот индикатор показывает, каких успехов вы добились и как близко подобрались к центру галактики. Смотрите, вот этот, вот видите, вот этот космический корабль? Если он будет вот здесь, то тогда мы в центре. А вот это, это просто наш знак звания. Типа капитан, рядовой, бла-бла-бла. Это видеокоммуникатор. Он позволяет общаться с жителями планеты. Хорошо, это мы знаем. Эй, здорово, 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 здорово! Хочешь пройти обучение? Не. Это обучение, ребят, забейте. Тут просто учат, как управлять стрелочками. Хе-хе. Поздравляем! Вы получили знак отличия и звание капитана. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Наконец-то! Так, здесь у нас всякие разные коллекции можно открывать. И чем больше коллекции мы открываем, тем больше снаряжений мы можем лепить на свой корабль. Итак, наше первое задание. Улететь с планеты Казан. Прибыть на планету Роторвадм. О, боже, какое ужасное название. Ну, ладно. И так, вот так это делается, ребята. Мы видим нашу звездную систему, которая называется Инец. Тут у нас летает планета Миксандон. О-о-о! И тут зеленая пряность. Если вы не знаете, что это такое, то мы будем богатыми. Вот так могу сказать сразу. Роторвадм. Здесь у нас желтая пряность, у нас зарабатывается красная. Самая дешевая, кстати. Так, ну ладно, давай. Роторвадм. Здрасте. Что-то странное на радаре. О-о-о! Чужой космический корабль. О, боги! Сигнал поступает с потерпевшего крушения космического корабля. Отправляйтесь на место падения и воспользуйтесь сканером, чтобы исследовать местность. Само собой. Берем сканер. Да-да, я знаю, как им пользоваться. Спасибо. Так, нас уже ведут куда? Вот сюда. Сканируем. Кстати, вот это, наверное, капитан этого корабля. Или вот это. Господи! Инопланетяне! Но никаких признаков жизни. Похоже, перед смертью они составили какую-то карту. Ах! Стойте! В результате крушений произошел запуск притягивающего луча. Что-то попало к нам на борт. Я... не помню, кстати, что там. Оружие, по-моему, сейчас будет, да? По-по-моему, оружие. Управляемые ракеты и межзвездный двигатель. В двигатель встроена система определения координат. Повреждения получены в результате военного столкновения. Возможно, этот корабль был послан с другой планеты для оказания помощи своему союзнику. А союзником-то, возможно, являемся мы, кстати. Нам прямо сейчас доступен мини-лазер, малая протонная ракета, а также новое задание. Покинуть звездную систему. Прощай, Инец! Прощай! Все, покинули. Хм... Координаты, сохранившиеся в блоке того корабля, соответствуют соседней планете. Возможно, эта планета является родиной этих существ. Им все еще нужна помощь. Так, смотрите. Вот наш Инец, где мы родились. А вот... Вся... Вселенная. Ха-ха-ха. Да, ребята. Вот тут-то мы можем летать. И рано или поздно мы попадем даже в центр галактики. Там начинается самое интересное. Но пока что в любом случае нам нужно развиться, потому что космический корабль у нас бомж. Можно его так назвать. Так, отправляйтесь на планету Альф. Ага, звездная система ФИЗа. Ну давай. Что там у нас будет, интересно? Что-то странное на радаре. Разрушенный город. О, черт. Слишком поздно. Эти руины. Все, что осталось от колонии инопланетян. Возможно, сканирование местности поможет нам понять, что здесь произошло. Давай. Так, что же произошло с этой инопланетной расой? Давайте просканируем. Может быть, кто-то остался в живых? Сканирование не дало результатов, хотя кажется, мы обнаружили какие-то признаки жизни. Радар фиксирует какую-то активность. Инопланетяне! Воу, сканирование запустило систему обороны этой колонии. Эти роботы не выглядят дружелюбно. Постойте, нам пришло сообщение. Тревога, тревога. Вторжение Гроксов. Уничтожить захватчиков. Что? Гроксы? Задействован код самозащиты. Грокс 999. Захватчики будут уничтожены. Но мы не Гроксы, алло. Внимание, все корабли Гроксов будут уничтожены. В последний раз повторяю, мы не Гроксы, хлоу. Ну, видимо, им нечего обсуждать, придется драться. Берем лазер и поехали. Ааа, какое у меня слабенькое оружие. Я еле-еле 100 хп выношу. Пошли отсюда. Капец, они меня чуть не убили. Кстати, а это что такое? О капитане. О, это мы. Хе-хе. И нам пока что нечего себе смотреть. Ладно. Новое задание. Вернуться на родную планету. Ну, полетели. Короче, инопланетян-то мы вроде нашли, но каких-то недружественных. НЕДРУЖЕЛЮБНЫХ. Что такое? Приборы зафиксировали странные радиосигналы, исходящие с этой звезды. Летите туда и выясните, что бы это значило. Такая... Ну, да, это моя родная планета. Хе-хе. Что не так-то? Я знаю, что здесь мы. Задание выполнено! Мы знали, что не одни в галактике. Следы погибшей цивилизации, враждебно настроенные сторожевые корабли и... Гроксы? Что бы все это значило? Очевидно, мы должны продолжать исследование и по возможности защищать себя от потенциальной угрозы. Для этого нужно создавать колонии, которые можно использовать как базы для дальнейших операций. Я в деле. Очень важно постоянно расширять империю и увеличивать ее благосостояние. Для начала мы дадим тебе пару добровольцев, необходимых для организации первой колонии. Так, окей, давай. Так, и мне в итоге дали колонию. Создает колонию на выбранной планете. Империя будет мной гордиться. До скорого. Итак, новое задание. Надо разместить колонию на планете Аврон. Вот так вот, а? Расселяемся, ребята. Была планета Казан, а теперь будет еще и какая-то Аврон. Или как она там? Что такое? Что мне опять хотят сказать? Планеты, движущиеся по зеленым орбитам, вот этим зеленым, легче всего поддаются терраформированию и колонизации. С планетами, чьи орбиты подсвечены красным или синим, ну или, видимо, оранжевым, придется труднее. Окей. Аврон, благо, как раз зеленая. Погнали. Колонию можно создать на любой планете. От бесплодных спутников до плодородных оазисов. В колониях происходит сбор пряностей, которые затем можно продавать. Да, это я знаю. Тут у нас красная пряность добывается. Окей. Колонию размещаем где-нибудь вот здесь, между пряностями. Ага. И появляется целый город. Все. Теперь мы не только на планете Казан. Да, и появляется вот такой вот защитный купол. Потому что на планете у нас нету сейчас кислорода. Поздравляем! Вы создали империю! Производительность любой колонии зависит от ее размера, который, в свою очередь, зависит от терраиндекса планеты. Развитие терраформирования приносит большие награды. Действуйте! Так вот, да, смотрите. Если мы нажмем на вот эту маленькую планету, то мы увидим то, что прямо сейчас вот эта красная точка находится за границей Т1, Т2 и Т3. Все эти Т это терраформирование, терраиндекс планеты. И если наша красная точка сейчас здесь, то что это значит? Правильно, у нас нулевой терраиндекс. А значит, кислорода нет, живности нету, растений тоже нет. Поэтому у нас вот просто бомжатская колония без всего. Мы даже ничего не можем здесь построить, потому что слишком низкий терраиндекс. Да, ну мы это исправим. Я уверен, мы это исправим. У нас тут в любом случае задание вернуться с победой домой. Ох уж, с такой-то победой. Эй, ребят, я все сделал. Что такое? О, капитан, вы собрали пряность. Пряность это очень ценный продукт потребления. Каждый раз при посещении своих колоний собирайте пряность. Да я знаю, знаю. Вот она автоматически собирается. Итак, отличная работа. Наши ученые прямо сейчас разрабатывают новые технологии, которые помогут увеличивать терраиндекс планеты. Вот то, что мне надо. Но в любом случае, перед тем, как что-то терраформировать, нам дают задание найти другую инопланетную империю. Наконец-то. Вообще, так как я мастер спора... Так вот, так как я умею играть в спор, я, в принципе, знаю, как найти империю. Нам нужно просто вот так водить и искать синенькие эффектики. Синенькие радиоволны. О, нашел. Вот. Феликолел. Нам нужно сюда. Так, когда сюда долететь-то? Боже мой. Наверное, сначала вот сюда. Потом сюда. О, тут тоже синее. Эй. Привет, тут кто-нибудь есть? Здарова. О, все сходится. Инопланетная раса существует. Мы не одни. Похоже, они прислали посланника с приветствием. Возможно, нам стоит с ними поговорить. Откройте панель общения. Ох, нифига себе. У нас сразу плюс 40 общения. Хотя я даже ничего еще не сделал. Добро пожаловать. У тебя очень интересный корабль. Я Уоргрейв. У меня мирные намерения. Если придерживаться миролюбия, мы не станем продавать тебе оружие. Пока сильно не попросишь. Хорошо. Так, в итоге мы у них можем отремонтироваться, подзарядиться. Так, и вот тут мы можем продавать им то, что у меня в корабле. В данный момент у меня только пряность. Одна штука за 2700. Ну, дешево. Не, пока дешево. Не будем, не будем ничего продавать, ничего не будем покупать. Просто давайте вернемся и скажем, что мы нашли другую планету. Невероятно! Добытые тобой сведения нас просто поразили. Мы не подозревали, что так близко от нас есть другие космические цивилизации. Хм, было бы неплохо наладить отношения с этой неизвестной расой. В будущем нам понадобятся союзники. Я в деле. Торговля пряностями с другими колониями значительно повысит благосостояние империи. Так, окей. В итоге, я так понимаю, мне сейчас скажут, что сделать? Мне нужно сделать союз. Торгуйте пряностью с другими империями. Да, у нас задание начать торговлю. Ну, вообще, на самом деле, это очень важно. Но начать торговлю лучше с той империи, где добывается, как минимум, зеленая пряность. Или синяя. То есть, смотрите, вот здесь у нас желтая. Это как бы прикольно. Да, желтая, она не красная, она чуть подороже, но лучше синюю минимум. Поэтому давайте найдем кого-нибудь еще. Что? Аааа! У меня аккумулятор садится. Срочно! На родную планету. У нас тут под зарядкой ремонт вроде как дешевый, да? А, бесплатный, точно бесплатный. Ну, ладно. Надо кого-то найти с синей пряностью минимум. О, чё? Со мной кто-то связаться хочет. Ха-ха-ха! Что? Wargrave? Какого чёрта? Это же я! Ничего не понял. Как там может быть Wargrave, если я Wargrave? Ну, в целом, ладно. Только я в любом случае долететь не могу. А, или могу. Эта территория принадлежит вашему врагу, который будет атаковать вас всякий раз, как только вы нарушите его границы. Что? Чего? Подожди. Что? Wargrave меня ненавидит! Wargrave, ты чё делаешь? Это же я! Я, ты! Это я! Чего? Я, по-моему, вообще, сколько играю в спорт, первый раз с таким сталкиваюсь. Но... Я убью Wargrave, я его уже ненавижу. Я ненавижу Wargrave. Ладно, давайте тогда немножко подзарядимся. И... Нам нужно в любом случае какую-то торговлю наладить. Давай так и быть с тобой тогда. Мы сейчас сделаем союз, дипломатия. Мне бы хотелось наладить торговлю с вашим народом. Мы считаем, что торговля это путь к счастью. Давайте будем счастливыми. Наши передвижные магазины уже в пути. Не сомневаюсь. Дело скоро пойдёт. Отлично. Всё. А, погоди, задание не выполнено. Торгуйте пряностью с другими импер... Имеется в виду просто поторговать. Имеется в виду просто продать вот эту пряность. Одну штучку хотя бы. Бляха. Такое простое задание. А я тут какие-то торговые пути начал делать. Дурака. Теперь нам предлагают, в какое направление мы хотим пойти. Я хочу расширить границы нашей империи. Я хочу изменить ландшафт планеты, наладить торговлю с другой империей. Давайте ландшафт планеты. За это задание мне дали генератор атмосферы, генератор засухи, метеоритный дождь и ледяной дождь. Это единственный способ за всю игру, как можно бесплатно получить вот эти дорогие приспособления в размере одной штуки. С помощью них мы сейчас сделаем себе терраиндекс. Жёсткий терраиндекс 1. Возвращаемся на нашу планету Аврон. Итак, смотрим. У нас красная точка находится внизу. Атмосфера отсутствует. То есть нам нужно понять атмосферу. Генератор берём. Бахаем. И пошёл процесс изменения планеты. Всё, красная точка идёт вверх. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. И чтобы закрепить терраиндекс, нам сейчас нужно кинуть сюда растения. Благо то, что по заданию нам как раз дали их. Давай-давай-давай-давай, красная точечка у тебя. Что? На меня метеорит упал. Ха-ха-ха. Так, ну ладно, я на этой же планете. Вроде красная точка всё равно идёт. Давай-давай-давай-давай-давай. Ха-ха. Это было так странно. Красная точечка, у тебя всё получится. Ес, 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 ес. Всё, теперь быстро кидаем сюда растения. Большое растение. Среднее растение. Маленькое растение. Ес. Вы стабилизировали атмосферу и температуру планеты. Собственно, вот, терраиндекс один. Маленькое растение, среднее, большое. И нам сейчас нужно два травоядных существа и одно плотоядное. И так, травоядное существо сюда. Вот, видите, тут появилось. Далее ещё одно травоядное. Появилось. Мы их сразу забираем. И плотоядное. Та-дам! Кислород появился. Колонию можно создать на любой планете. От бесплодных спутников до плодородных оазисов. В колониях происходит сбор пряностей, которую затем можно продавать. Да-да-да, мне это уже раз пять, наверное, сказали. Спасибо. Всё. Животные у нас расплодились. Терраиндекс один мы закрепили. Ииии, смотрим. Всё, купол пропадает, смотрите. Давай-давай, кыш-кыш-кыш. Красавчик. И чё, я, получается, могу теперь заводы здесь строить, да? А, ну да, нужно сначала выбрать, как он будет выглядеть. В целом, я всегда выбираю на обум. Мне плевать. Всё. Итак, нам нужен завод. В любом случае, добывать пряность мы будем. И, смотрите, один завод у нас создаёт 9,6 пряностей в час. Причём, час реальный. Настоящий час. Поэтому нам нужно как можно больше заводов. Но при этом про развлекательный центр также не забывать. И всё, деньги кончились. Фак! Ха, ещё есть слишком низкий терраиндекс. Больше не могу размещать здание. Так, ну ладно, 28 в час. И ещё и благополучие нормальное. В целом, я не против. О, награда колонист 1. Построено здание в колониях 5. Доступны новые инструменты. Мини-импульс. Малый автобластер. Малый топливный бак. О, хорошо. И малый запас прочности. Это хорошо. Очень хорошо, потому что у нас действительно очень быстрая энергия тратится. Нам надо будет улучшить свой корабль. Всё, и по идее здесь пряность будет постепенно копиться. Давайте вернёмся на родную планету. Посмотрим, сколько здесь пряности. Одна? Ну ладно. Отлично! Вы повысили терраиндекс на Аброн. Эти спорлинги могут лишь отчасти выразить нашу благодарность. 10 тысяч. Ну ладно, спасибо. Так, проверяем, что у нас теперь доступно? Во, те самые малые запасы прочности. Топливный бак. Ну как же это дорого. У меня пока 24 тысячи. А нам нужны прям колоссальные баблишки. Что? О, награда. Выполните задание 5. Доступны новые инструменты. Батарея, генератор засухи и генератор атмосферы. Вот они, те самые штуки, помните? Которые мы воспользовались, чтобы атмосферу повысить. Поздравляем, вы получили знак отличия и звание командующего. Шик, блеск, спасибо. Эй, эй. Центр управления заданиями. Припад для тебя кое-что особенное. Отправляйся на планету Гана и хорошенько осмотрись в космопорте Незнамо. Ммм, ладно. Давай. Мне нужно будет высадиться, я понимаю. О! Космический турист первого уровня дали. Хорошо, спасибо. Вот она, Гана. Давай. Итак, ты отправляешься в космопорт, где тебе предстоит ознакомиться с азами космических приключений. Сразу скажу, что это максимально туториальное задание, в которое мы просто, смотрите, высаживаемся. Высаживаемся. И здесь нам нужно просто со всеми поболтать. Здарова, ребят. С тобой поболтаем. С тобой поболтаем. С тобой поболтаем. И даже с тобой. И напоследок снова с тем, с кем болтали в самом начале. Легчайшее задание. Ребят, забейте, оно вообще ничего себе не представляет. Надо было просто реально поговорить. Поздравляем! Первое приключение завершилось успешно. Теперь ты можешь совершенствовать свои капитанские способности. Йес! Новый уровень! Капитан-ассистент. Был рекрут. Так, выбор награды. До чего нам лучше всего идти? Смотрим. Иступление. Обращает жителей звездной системы в вашу веру. Блин, прикольно. Позволяет им мгновенно купить любую звездную систему, с которой ведется торговля. Тоже прикольно. Успокаивает инопланетные расы и позволяет временно наладить отношения. Хммм. Во! Обратный билет позволяет вернуться в родную систему. Вот это очень круто, потому что если мы улетим очень далеко, обратный билет позволит супер быстро вернуться. Поэтому давайте будем качать это. Отравленный клинок. Все, готово. Молодцы. Выполняя задание, ты накапливаешь необходимый для капитана опыт. Чем выше твой ранг, тем больше инструментов и навыков тебе доступно. Да, спасибо. А теперь давайте вот что поймем. Все то, что нам сейчас рассказывали, это реально туториал, который нельзя пропустить. Вот игра спор это такая игра, в которой тебе суют эти туториалы без пропусков. Но тем не менее я все понял, я все вспомнил. Так, и теперь нажимаем коллекции. И смотрим, как мне прокачать оружие. Как мне прокачать межзвездный двигатель и все другое. Например, хочу себе межзвездный двигатель второго уровня. Для этого мне нужен космический турист тоже второго уровня. Выполните не менее 150 межзвездных перелетов. У меня сейчас 53 150. Так это же легко. Смотрите, как это делается. Вот так. Ой. Переборщил. О, наконец-то. Космический турист второго уровня. Нам открыли межзвездный двигатель 2. Отлично, господа. Что? На этой звездной системе появилось племя. Ой, и вот еще одно. Только что прям при нас появилась космическая держава с синей пряностью. Охренеть! Я хочу с ними подружиться. Я очень хочу с ними подружиться, потому что синяя пряность это хорошая пряность. Я хочу с ними торговаться. Итак, в итоге межзвездный двигатель второго уровня стоит 120 тысяч. Вот на что нам нужно в первую очередь накопить, чтобы до всех долетать. Ребят, 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 ребят. У вас синяя пряность. Деньги, деньги, деньги. Мне нужны деньги. Хочу с вами подружиться как-нибудь. Что такое? Сканер зафиксировал что-то странное на этой планете. Летите туда и разберитесь. О, смотрите, от этой планеты исходят вот такие желтые радиоволны. Желтые радиоволны означают, скорее всего, артефакт на этой планете. Да-да-да-да-да, я знаю. Сейчас мы полетим, проверим. Вот он! Короче, артефакты можно продать за очень дорого. Смотрим. Оранжевая порода. Сейчас мы ее продадим. Все, продаем оранжевую породу. Ту самую, которую у них же и нашли. Хе-хе-хе. За 67 тысяч. И, кстати, запас прочности и малый топливный бак у них стоит дешевле, чем у меня. Сильно дешевле причем. Давайте не будем пока покупать. Мне нужен межзвездный двигатель. Так, ребят, короче, я с вами хочу подружиться. Как мне это сделать? Давайте немножко подоргуемся. У вас тут вроде задорого продается красная пряность. Далее мы возьмем у вас какое-нибудь задание. Просто любое, какое дадите. Помогите музыкальному продюсеру с планеты Мита. У полковника Фаркуса проблемы с организацией концерта. Хе-хе. Ну давай, погнали. Сделайте так, чтобы Шмелвис вовремя попал на концерт. Ну давай. Хе-хе. Ну, что-то важное. Известному по всей галактике музыкальному продюсеру и полковнику Джиму Ф. Аркусу срочно нужна помощь. Отправляйтесь на планету и узнайте, что нужно делать. Всем привет. Как приятно высадиться. Привет, полковник. Ба-ба, да ты просто загляденье. Меня зовут Ф. Аркус. Полковник Джим Ф. Аркус. Можешь звать меня просто полковник. Я менеджер, продюсер и администратор многих звезд галактического значения. В том числе единственного и неповторимого Шмелвиса. Но похоже сегодня утром между ним и его бэк-вокалистками произошел какой-то конфликт. И теперь группа на грани раскола. И все это за считанные часы перед концертом. Все, я понял. Надо их помирить. Без проблем. Эй, Лотос Сопрано, здорово. Эй, душечка, ты что здесь делаешь? А, ты от полковника. Наверное, он хочет, чтобы я вернулась к Шмелвису, да? Мы вчера ужасно поругались, но я понимаю, что работа есть работа. Если ты поможешь мне прорепетировать мою партию, то... Эх, так и быть. Я выступлю. Признание наших поклонников куда важнее, чем ссоры. Справедливо. Ну же, душечка, вперед. Давай, попоем. Тхе. Так у меня пение лучше, чем у тебя, алло. Я бы сам хорошенько выступил. Ой, слушай, душка, да ты талант. Я готова хоть сейчас на сцену. Пойдем на холм, посмотрим, дома ли дурашка Шмелвис. Чую, концерт будет что надо. Погнали. Итак, исследовать верещалку. Нам надо найти Шмелвиса. Вот, все люди ждут концерт. Вот, вот здесь. А я сам могу спеть, ребят, не парьтесь. Эх, куда тут петь-то? А, кто там? А, Трубадур. Привет. Кэт, опять орать будешь? Погоди, а кто это с тобой? Что? Ты меня прощаешь? О, спасибо. Спасибо большое. Так неудобно. Прости, что я накричал на тебя. Я бы на твоем месте тоже обиделся. Хотя, знаешь, без Кэт Уоллер наша группа уже не та. Надо бы ее тоже вернуть. Если Кэт с нами сыграет, я за. Пройдите по городу и найди ее. Кэт Уоллер, ты нужна этой группе. Сюда быстро. Давай. Что нам? Петь надо, да? Пошел процесс распевательского характера. Все. Мы ее пригласили в нашу группу, а теперь нужно пойти к верещалке. О, открыли. Спасибо. Я принес. Шмелвис, здорово. Эй, эй, Лотте, Кэт. Как же я рад вас видеть. Простите меня за эту глупую ссору. Я уже не помню, за чего мы поругались. Но поверьте, мне очень стыдно. Э, погодите, а это что за мелочь? Э, ладно. Короче говоря, как ни крути, я виноват и готов искупить вину. Надеюсь, по новой машине каждый вас устроит. Ну вот так-то лучше. А теперь нас ждут наши верные поклонники. Вперед! Ха-ха-ха. Загладил вину. Так, давай. Приглашаем его. Хрена себе у него пение. Все, объединяем. Сюда! Конфорт! Легчайшее. Готово. Ну что ж, задание выполнили. Но напомню, что мы это все делали не ради Шмелвиса. Мы делали это ради того, чтобы подружиться с этим времолетом. И вот у них уже синяя мордочка. Так, 46. Чтобы была зеленая мордочка, нужно 70. Но, по-моему, я уже могу с ними... По-моему, я могу уже с ними наладить торговлю, да? Мы согласны. Ес! Ес, 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 ес. Все, торговля налажена. И у нас теперь будет синяя пряность лететь вот сюда. То есть, рано или поздно мы сюда сможем вот так вот прилетать. И у нас, вот, как видите, желтая пряность далась в инвентарь. Точно так же будет даваться синяя. Так, с межзвездный двигатель, кстати говоря, приобретаем. И все. Теперь мы можем полететь до туда, докуда не могли долететь ранее. Допустим, вот сюда. Вот. Сюда. Сюда. Уф, хорошо. А я на этом, наверное, буду постепенно заканчивать. Что ж, вся эта серия, она была хоть и первой, но практически фулл-туториальной. Начиная со следующего выпуска, мы начнем дружиться, воевать, прокачиваться, создавать новые колонии и готовиться к центру галактики. Что не менее важно. Все остальные империи тут уже начали прокачиваться, новые колонии тоже основывать. А я, я бомж пока что. Ну, а вы самое главное не забывайте ставить лайки, потому что ваши лайки помогают понять, а нужен ли вообще спор. Я, как бы, вижу ваши комментарии, я вижу то, что кому-то нравится, но по количеству лайков становится лучше, понятно, надо или нет. Все более, чем очевидно, говорю как есть прямо. Поэтому подписывайтесь, ставьте оценки. А если вы здесь привык, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лоложка и, наконец-то, Этап Космос. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока-пока.